Где бы ты ни был, информационные технологии всегда с тобой. С их помощью ты можешь найти новых друзей, общаться с целым миром, вести дела, реализовывать свои самые смелые мечты. Твоя жизнь может стать еще мобильнее, а сервисы доступнее. Загляни в это будущее сегодня. Алексей, когда в России впервые заговорили об информационной безопасности? Ну, впервые они заговорили еще во времена Ивана Грозного, когда речь шла о защите различных государственных секретов, которые надо было охранять от различных противоправных элементов. Тогда впервые появились и вопросы, связанные с криптографией и так далее. Если же говорить о компьютерной эпохе, то у нас об этом стали заниматься и говорить в закрытых различных режимах во времена Комитета государственной безопасности и во времена существования в 70-х годах так называемых гостехкомиссий, и которая занималась противодействием действиям иностранных технических разведок. То есть, государственная тайна и противодействие иностранным техническим разведкам – это две области, с которых начиналась тема информационной безопасности в России. Коммерческая же тематика информационной безопасности для различных коммерческих предприятий началась где-то с конца 80-х, но реально с середины, с начала 90-х годов, когда бывшие сотрудники КГБ ушли на вольные хлеба и стали развивать эту тематику уже для коммерческих предприятий, которые защищали свою коммерческую тайну. Какие трудности испытывали первые в стране IT-специалисты в данной сфере, я имею в виду, конечно, информационную безопасность, и с какими угрозами им пришлось столкнуться? – Ну, традиционно, поскольку специалисты, которые выходили из соответствующих наших спецслужб, занимались борьбой с иностранными разведками, то и применяли в практике они те же самые методы. Это в основном борьба с закладками, с подслужкой той или иной коммерческой тайны, переговоров каких-то и тому подобной информации. Да и компьютеров тогда еще, по сути, в массе своей не было. Как только стала появляться компьютерная техника, достаточно дешевая, для того, чтобы ее можно было принять в массовом порядке, стали применяться уже и вопросы, связанные с антивирусной защитой. И уже потом, по мере появления активного использования интернет, перед российскими специалистами стали задачи различных компьютерных червей, а так, несанкционированный доступ к интернет-ресурсам, взломы веб-сайтов и, соответственно, появление различных технологий борьбы с этими угрозами. – Насколько эффективна в России подготовка специалистов по информационной безопасности? – Проблема разбивается здесь на несколько частей. Первая заключается в том, что у нас специалистов не хватает, и нехватка ежегодная, по различным оценкам, порядка 50 тысяч человек, то есть не хватает специалистов в области информационной безопасности. Вторая проблема, которая, к сожалению, существует, возникает с тем, что у нас государственные стандарты в области информационной безопасности, а их семь, к сожалению, написаны без учета потребностей бизнеса, в который потом пойдут специалисты. То есть это достаточно большое количество теоретических знаний, которые на практике либо не нужны, либо не применяются, а вот те знания, которые действительно важны, та квалификация, которая важна, к сожалению, в государственный стандарт не входит, а расширять его очень сложно, опять же, по причине действующего законодательства. Поэтому в основном образование в области информационной безопасности в России заключается в посещении курсов повышения квалификации от 72 часов и выше, где выпускники, уже поступившие на работу, получают необходимые знания, квалификации в той или иной области, либо это самообразование. – Какие тенденции на рынке мировой информационной безопасности проявляют активность на данный момент и какие из них применяют российские специалисты? – Тенденции у нас одинаковые со всем миром. Это переход на облачные вычисления. То есть если во всем мире к этому уже достаточно активно подошли, у нас пока только рассматривают эту возможность, но тоже вопросы безопасности достаточно активно влияют, особенно с учетом того, что Ростелеком, на Ростелеком переходят активно многие государства, муниципальные учреждения, государственные услуги и так далее. Возникает задача защиты данных, переданных в облако. Вторая тематика – это мобильность. Это мобильные устройства, которые активно проникают в деятельность многих государственных органов, либо коммерческих компаний, как минимум руководства. Есть мобильные устройства, планшетники, либо смартфоны. У айтишников есть такого рода устройства. Но и у многих рядовых сотрудников они появляются. И они, разумеется, хотят с них получать доступ к каким-то корпоративным ресурсам, либо с помощью них ходить в интернет, ну и так далее. Возникает задача управлять этим, защищать такого рода устройства и решать юридические вопросы, связанные с тем, что личное устройство получает доступ к корпоративным ресурсам. Третья тема – связанная с виртуализацией. Это еще одна достаточно такая модная тема в айти области, которая позволяет сэкономить достаточно существенно и сбалансированно подойти к управлению ресурсами на предприятии. Но при этом возникают вопросы с защитой, поскольку те же самые вот эти виртуальные ресурсы начинают перемещаться неконтролируемо между физическими серверами. Соответственно, надо правильные такого рода технологии защищать. Ну и есть большое количество смежных тем, которые начинают постепенно набирать популярность. Это защита критически важных объектов. То есть индустриальные системы, которые работают на объектах топливно-энергетического комплекса, промышленности и тому подобных вещах. Большое количество атак, которые происходили в мире, сейчас привели к тому, что государства, различные компании задумывают, за как защищать такого рода критически важные объекты, чтобы самолеты не стали падать, атомная электростанция вдруг не сработала из-за хакерской атаки. Сюда же относятся различные системы электронного документа оборота. Достаточно важная тематика. И вообще электронное правительство как таковое. Поскольку очень многие услуги переводятся в электронный режим, граждане отдают свои персональные данные и другую комменциальную информацию куда-то, и они хотят знать, что эта информация эффективным образом защищается и передается между ведомствами. Это тоже одна из ключевых задач, которая сейчас обсуждается на международной арене и в том числе в России. С чего начинается построение системы информационной безопасности на предприятии? На что следует обратить внимание в первую очередь? Начинается все с понимания того, что мы должны защитить. То есть первое, мы должны провести классификацию информации и информационных систем, для того, чтобы понять, что вот это для предприятия либо ведомства важно, а вот это оставляем на потом. Этим вообще можно не заниматься, потому что информация, например, общедоступная. После того, как мы оценили и классифицировали, собственно, так называемые активы, мы должны понять, насколько высоки риски. То есть оценить примерно вероятность реализации той или иной угрозы и потенциальный ущерб, если эта угроза произойдет, наступит. После того, как мы оценили риски, мы уже можем выстраивать некий план защиты, применяя организационные, технические мероприятия и какие-то юридические предпринимания действия по установлению ответственности за нарушение тех или иных установленных правил и разрабатывая соответствующие регламенты, которые регулируют вопросы защиты информации внутри предприятия либо ведомства. Насколько безопасны ханить данные при помощи обученных технологий? Наверное, в этом плане облачные технологии не сильно отличаются от каких-либо других способов хранения данных, поскольку все зависит от владельца этого облака. Если он относится к вопросам безопасности серьезно, то он действительно будет предпринимать необходимые меры по тому, чтобы защитить сами данные в облаке раз, и по тому, чтобы обеспечить защиту передачи этих данных в облако и из облака. То же самое, как мы это делаем дома, либо на предприятии, вопрос только в ответственности. С облаками основная задача и проблема, которая сегодня стоит, это юридические аспекты, связанные с трансграничной передачей персональных данных, поскольку по законодательству многих стран, если мы говорим о персональных данных в первую очередь, то возникает большое количество нюансов и ограничений на передачу персональных данных или неограниченной передачи персональных данных между государствами, что и происходит в облачных вычислениях. И вторая проблема с облаками носит характер тоже отчасти правовой, это доступ к данным, которые хранятся в облаке со стороны правоохранительных органов. Будь то спецслужбы иностранных государств, либо российские спецслужбы, которые зачастую либо по судебному решению, либо по каким-то иным основаниям получают доступ к такого рода информации. Разумеется, граждане, которые отдают данные в облаке, или компании, которые отдают данные в облаке, не всегда горят желанием, чтобы кто-то получал доступ к коммерческой тайне либо к другим видам информации ограниченного доступа. То есть, защита данных в облаках скорее носит не технический характер, здесь практически все вопросы решены, а именно юридический, правовой. Алексей, вы сколько же упомянули концепцию bring your own device. Как вы думаете, приживет ли она в России? Я думаю, она уже прижилась, потому что практически любой руководитель, любой айтишник, а зачастую и руководители среднего звена в компании приносят на работу какие-то мобильные устройства, смартфоны, либо планшетники. И очевидно, что как минимум они хотят читать почту, находясь в командировке, по дороге на работу, в отпуске. Как минимум руководители это хотят делать, и они это делают. Поэтому концепция bring your own device, принести свое устройство, она уже внедрена на многих российских предприятиях. Единственное, что вопрос масштаба. Пока он не так велик, как, например, в Европе, либо в Америке. Там действительно это в массовом масштабе. Практически для любого сотрудника такая возможность существует. Например, у нас в компании мало того, что все пользуются только ноутбуками. У нас еще и возможно использование собственных ноутбуков, и, разумеется, собственных смартфонов, собственных планшетных компьютеров для работы с корпоративной информацией. Поэтому в России пока вопрос масштаба немного отличается от общей мировой практики. У нас, как всегда, это запаздывание на 2-3 года. И сейчас, как помимо технологии и концепции bring your own device, активно применяется вообще концепция bring your own technology, когда пользователю дают возможность принести вообще все, что ему нужно для работы. Это не только, грубо говоря, констовары, компьютер, но и свои приложения, которые он, например, где-то приобрел, они ему удобны. Например, ввести досье по клиентам, по сделкам и так далее. Он не готов пользоваться тем, что ему дает предприятие, потому что, например, привык к каким-то другим программным продуктам. И он приносит их, если они официально куплены, если компания разрешает, он их приносит и ими пользуется, поскольку это повышает его продуктивность. Какие здесь могут быть риски? Риски носят, с одной стороны, юридический характер. Если, например, сотрудник приносит то, что он либо скачал на пиратском сайте в интернете, либо просто купил на какой-то компакт-диске и нарушил чье-то право на интеллектуальную собственность. Второй риск связан в меньшей степени, наверное, с безопасностью, в большей степени с управлением, зоопарком, различных решений. Это большая проблема. Как только у нас усложняется система, у нас появляются проблемы из безопасности, поскольку много продуктов с точки зрения теории вероятности увеличивает число дыр в этих продуктах. Эти дыры надо закрывать. Для этого надо применять различные продукты и технологии. Увеличиваются затраты на безопасность. В условиях ограниченного бюджета чем-то приходится жертвовать. В итоге какие-то элементы остаются незащищенными. И именно через эти слабые звенья, собственно, злоумышленники и осуществляют свою противоправную деятельность. Сейчас в России доступны такие сервисы, как госуслуги, универсальные электронные карты, электронные медицинские полисы. На что стоит обратить внимание, при использовании данным услугами с точки зрения информационной безопасности и защиты персональных данных? К сожалению, у гражданина нет выбора. Он не может диктовать, как должны защищаться его персональные данные, которые он передает на портал госуслуг, либо в рамках универсальной электронной карты, либо в других муниципальных сервисах, либо государственных услугах. Поскольку зачастую эти требования прописаны либо на уровне закона, либо на уровне какого-то федерального органа исполнительной власти, который внедряет или отвечает за внедрение той или иной технологии или услуги. И гражданин, несмотря на то, что по конституции, либо по соответствующему законодательству имеет право знать, как защищаются его данные и каким-то образом влиять на это, на практике таких полномочий не имеет. И, собственно, как правило, все попытки защитить свои права при передаче персональных данных каким-либо государственным органам завершается некая отписка о том, что либо в действии вас органа не найдено нарушений, либо не хотите, не пользуетесь государственными услугами. То есть гражданин в этом плане, к сожалению, на сегодняшний день пока не очень хорошо защищен на практике, хотя на бумаге, да, у нас полный набор законодательства, которое должно защищать его права как субъекты персональных данных. Как планируется развиваться законодательство Российской Федерации в сфере информационной безопасности? Сейчас это законодательство очень активно развивается. Если на заре возникновения данной тематики в России еще в Советском Союзе у нас было всего, собственно, два регулятора, которые эту тему активно продвигали, это Комитет государственной безопасности и Гостехкомиссия, то на сегодняшний день у нас таких регуляторов 13. это и, собственно, Федеральная служба безопасности, и Федеральная служба по техническому экспортному контролю, это бывшая Гостехкомиссия, это и Банк России, который регулирует финансовые учреждения, это и Минсвязь, это и Роскомнадзор, и Национальный антирегистический комитет и так далее, и так далее. Их достаточно много, такого рода регуляторов, каждый из которых выпускает свои нормативные акты различного уровня, начиная от федерального закона и заканчивая ведомственными приказами. И если, начиная вот с года 92-го, когда у нас активно стала развиваться тематика регулирования, до 2010-2011 года у нас всего вышло порядка 100 нормативных актов, касающихся регулирования информационной безопасности, то вот с 2011 года по 2013 уже вышло свыше 100 нормативных актов. То есть мы за два года выпустили документов законодательного уровня больше, чем за предыдущие 18 лет существования этой отрасли. То есть эта тема очень активно развивается, и она будет развиваться, и ключевые направления развития законодательства у нас сосредоточены в следующих областях. Это тематика персональных данных. У нас сейчас готовится порядка 8 нормативных актов в данной области различного уровня, и федеральные законы, и постановления правительства, и ведомственные документы в СТЭК, ФСБ и Роскомнадзора. Это тематика национальной платежной системы, то, что регулирует Банк России, который также выпускает соответствующие нормативные акты. И вот на ближайший год запланировано порядка 10 такого рода нормативных актов. Различного уровня. Это либо стандарты организации, либо обязательные к реализации, к исполнению документов. Это тематика государственных информационных ресурсов. И сейчас выпущены, и будут еще выпущены нормативные документы, обязывающие государственные и муниципальные органы применять соответствующие технологии для защиты государственных информационных систем. И четвертое направление, которое сейчас активно набирает оборот, это защита критически важных объектов. В том числе в информационной сфере. Это объекты ТЭК, промышленность. То есть то, что имеет отношение к национальной безопасности Российской Федерации. И, соответственно, сейчас также готовится большое количество нормативных актов по данной тематике. Ну и пятое направление, это, наверное, операторы связи, которые традиционно регулируются. И сейчас разрабатывается определенное количество нормативных актов, которые будут уточнять ту или иную сферу регулирования по вопросам защиты информации в рамках деятельности операторов связи. Как воздействует развитие законодательства в области информационной безопасности на развитие предприятий в области IT? У нас в России, к сожалению, а может быть, к счастью, тематика IT, тематика информационной безопасности развивалась параллельно всегда. И она до сих пор, на самом деле, развивается параллельно. Вот если на Западе, в Европе или в Соединенных Штатах Америки законодательство развивается вместе, понятно, что безопасность и IT-вечи связаны очень сильно, неразрывно, зависящие друг от друга, то в России тематика безопасности всю жизнь продвигалась спецслужбами, а тематика информационных технологий продвигалась, ну, назовем это, коммерческим рынком. Поэтому у нас законодательство по безопасности, к сожалению, не учитывает, ну, за редким исключением, тех технологий, которые применяются даже государственными органами. Буквально до начала 2013 года у нас было запрещено и нерегламентировано использование госорганами технологий беспроводного доступа, мобильных устройств. То есть все это было практически вне закона. Сейчас только появляются первые нормативные акты для того, чтобы реализовывать такую возможность. Но в целом, к сожалению, у нас практика отставания законодательства от информационных технологий присутствует. А если рассматривать тематику, связанную с применением различных средств шифрования данных, то она просто устарела и сильно отстает от практики применения информационных технологий и тех процессов обработки информации, которые применяются ведомствами либо коммерческими компаниями. Поэтому IT-организации различных предприятий либо закрывают глаза на действующего законодательства, рассчитывая на то, что до них не дойдут руки у проверяющих. Либо стараются с бумажной точки зрения выполнить какие-то требования, на практике реализуют то, что удобно для бизнеса, для предоставления услуг гражданам. Либо пытаются соблюдать, но опять же в небольшом объеме, потому что если начать соблюдать все, за редким исключением нормативных актов, то бизнес по сути своей встанет. Потому что многие вещи чисто физически невозможно выполнять с точки зрения российского законодательства. Эти вопросы касаются как именно вопросов технических. Например, та же самая криптография. Она должна быть только сертифицированная в России. А это ставит крест на применение браузеров в интернете, на применение мобильных устройств и доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. Доступ к облакам, по сути своей блокируется. Доступ к госуслугам нельзя обеспечить без криптографии сертифицированной, а ее там просто нет. Ну и так далее. И второй вопрос связан с юридическими аспектами защиты информации, поскольку эта деятельность является лицензируемой в России. И по мнению наших регуляторов, любая организация, которая защищает информацию, а это по законодательству любая организация, а их 5 миллионов у нас зарегистрировано в России, она должна иметь соответствующие лицензии. То есть и монстр в виде Газпрома, и какой-нибудь ларек, который торгует товарами в интернете, есть там небольшой интернет-магазин, они с точки зрения закона равны, они все должны иметь лицензию либо ФСБ на деятельность в области шифрования, либо в СТЭК. А деятельность без лицензии – это уголовное преступление. Алексей, вот в последние несколько лет IT-рынок развивается, я бы сказал, гипердинамичное. А тем не менее, мы слегка отстаем от Европы, от всего мира. Соответственно, первым в нас все это приходит в Москву, а потом уже в регионы. И вот в связи с этим такой вопрос. Насколько велика разница в потребности применения информационной безопасности в Москве и в регионах, ну и в частности в Нижегородской области? Ну, Нижегородская область, наверное, не сильно в данном случае отличается от Москвы по потребностям и по использованию, в первую очередь, технологий. Потому что потребности у всех одинаковые, поскольку как только мы говорим об информационных технологиях, об интернете, то он уравнивает всех. И Москву, и Владивосток, и Калининград, и Чукотку, и другие наши отдаленные регионы. То есть технологии у всех одинаковые, интернет у всех одинаковый, меняется только скорость выхода в интернет. А, соответственно, и угрозы у всех одинаковые. То есть это вирусы, это утечки информации, это защита персональных данных, это атаки, отказ в обслуживании, это взлом сайтов, кражи информации, взлом критически важных объектов. То есть угрозы у всех одинаковые. Поэтому и потребности у всех тоже в защите одинаковые. Но поскольку разница возникает именно с точки зрения производительности, пропускной способности тех же самых интернет-каналов, то там за пределами Москвы и крупных территориальных центров требуются чуть менее слабые или чуть более слабые средства защиты. То есть вот с точки зрения технологий они одинаковые потребности, разница только именно с технической точки зрения, как их реализовывать. С точки зрения именно использования средств информационной безопасности, могу сказать, что Нижегородская область ничем не отличается от Москвы. Потому что и близость к Москве, и достаточно развитая IT-инфраструктура приводит к тому, что применяются все те же самые технологии, что и в том числе и в Европе и в Соединенных Штатах Америки. А вот что касается других регионов, то там, да, возможно отставание, но оно связано с тем, что и востребованности самих технологий может быть там не так много. Потому что если взять какое-нибудь село, ну вряд ли там стоит ждать, что оставшиеся там пенсионеры будут активно пользоваться интернет-банкингом. Раз нет интернет-банкинга, раз нет интернета нормального, то и вопросы защиты там становятся не так остро. Там людям выжить бы, а уж не то, чтобы выйти в интернет. Чем вам, как эксперту в сфере информационной безопасности, интересен Нижегородский IT-форум? В каких мероприятиях примите участие? Какие вопросы вы планируете поднять на площадке форума? И что полезного вы планируете узнать в ходе работы форума? Традиционно я активно сотрудничаю с Нижегородским клубом IT-директоров. Уже не первый год участвую в мероприятиях этого клуба. И могу сказать, что, наверное, он один из наиболее активных в России. То есть, если опять же не рассматривать Москву, ну где исторически сосредоточие большого количества различных мероприятий, то Нижегородский клуб очень динамично развивается, динамично проводит мероприятия, очень интересные мероприятия, рассматривает на них очень интересные темы, которые действительно актуальны большому количеству IT-специалистов. И более того, он не концентрируется только на вопросах в технологиях, но и рассматривает смежные темы. Как управлять персоналом IT-службы? Как не сгореть на работе? То есть, такие психологически кадровые вопросы. Поэтому я буду принимать участие в секции Нижегородского клуба IT-директоров и рассказывать о вопросах защиты информации при подключении к облачным технологиям и использовании мобильных технологий, то есть технологий мобильного доступа, мобильного устройства и так далее с точки зрения защиты информации. И второе мероприятие, которое я посещу и буду там выступать, это секция, посвященная защите информации критически важных объектов. Поскольку Нижегородская область традиционно славится своими промышленными предприятиями, автомобильными заводами и так далее, то вопросы защиты индустриальных систем, системы управления технологическими процессами на этих объектах, она является достаточно актуальной и важной. И поэтому вот проводится такая секция, где мы будем обсуждать о том, какие проблемы стоят, как их решать эффективно, с точки зрения и бюджета в том числе, как эффективно защищать систему управления технологическими процессами. Где бы ты ни был, информационные технологии всегда с тобой. С их помощью ты можешь найти новых друзей, общаться с целым миром, вести дела, реализовывать свои самые смелые мечты. Твоя жизнь может стать еще мобильнее, а сервисы доступнее. Загляни в это будущее сегодня.